Добрый день, с вами Филипп Богачев и наша любимая рубрика «Выстрел в ногу». В этом выпуске я хочу поговорить с вами о частой такой приколюхе у людей, когда, знаете, делают хорошую рекламную кампанию, реклама идет, лиды растут, но при этом, может быть, вы видели, знаете, в интернетах, «Останавливай рекламу, наш отдел продаж не может столько обработать». Ну, так часто пишут продавцы рекламы, там всякие настройщики директа или контекста всякого. Для них это, знаете, повод показать, какие они молодцы, отдел продаж захлебывается в лидах. А для меня это признак того, что компания, которая заказала рекламу, совершила «Выстрел в ногу». Она не посчитала, ну, руководство этой компании не посчитало, сколько нужно продажников, сколько продажники могут обработать, и не настроила количество лидов на какой-то нужный уровень. Это называется обратная декомпозиция. Давайте вместе с вами это сделаем. Допустим, у нас в компании, в отделе продаж, работает 10 человек, просто для числа. Сейчас загрузка людей 40%, то есть они для простоты в день могут делать 100 звонков на обработку входящих лидов, а делают по 40, просто для чисел. Таким образом, 10 человек умножить на 60, нам в день нужно максимум 600 лидов, желательно еще разделенных по часам. То есть с 10 до 12 нам нужно 150 лидов, с 12 до 14 нужно 150 лидов, с 14 до 16 150 лидов, с 16 до 18 150 лидов. Так, чтобы, как сказать, не было утром пусто, вечером густо, вы понимаете, да? То есть лиды надо обрабатывать, когда они максимально горячие, потому что через 5 часов люди могут сделать заказ в другом месте, если вы мне позвонили. И мы говорим, дорогой рекламщик, нам нужно 600 лидов, вот так, вот так, вот так, вот так. Если их будет больше, то останавливай просто рекламу. В настройках это делается. Сделал количество на 2 часа, стоп. Сделал количество на 2 часа, стоп. И когда люди делают просто больше заявок, больше лидов тебе, это называется слив бюджетов, потому что необработанная заявка, это потерянные деньги, необработанный клиент, недовольный клиент, который шел к твоему конкуренту. И не стал делать покупку у тебя, не стал делать у тебя повторную покупку, и не стал твоим постоянным клиентом следующие 10 лет. Если ты планируешь делать 1000 лидов в день, ты говоришь, окей, у меня есть 10 продавцов, они могут обработать 600 заявок. Мне нужно еще 400 заявок, то есть минимум 4 продавца, а лучше 5. И ты говоришь, окей, у меня есть 10 человек, они могут обработать плюс 600 заявок, а я хочу 1000 заявок. То есть мне нужно 400 заявок, и на эти 400 заявок мне нужно 4 продавца. Это лучший 5. Почему? Ну, когда у вас 15 человек работают на 90%, это лучше, когда 14 человек работают на 100. Потому что кто-то кофе пошел налить, кто-то пошел отлить, у кого-то там обед внепланово, у кого-то там жена рожает, он резко с работы свалил. Нагрузка должна быть у продавцов где-то 80-85%, ну, чтобы они выдохнуть хоть могли. Да, когда зарабатываешь много денег, это круто, но когда ты при этом понимаешь, что не надо так, я больше не готов работать. В такой потагонке это тоже плохо, это может вести к утечке кадров, ценных которых вы учили, в которых вы вложили много денег. Таким образом, выстрел в ногу – это запуск рекламной кампании без обратной декомпозиции. Когда ты не знаешь, сколько тебе нужно лидов, ты говоришь, пускай лидов на все деньги, и ты не прогнозируешь нагрузку на отдел продаж и не прогнозируешь, как отдел продаж обработает все эти заявки таким образом, чтобы они были все обработаны с максимальной эффективностью и максимально высокой конверсией. С вами был Филипп Богачев и рубрика «Выстрел в ногу». Пишите, пожалуйста, в комментариях, насколько этот выпуск был для вас полезен, и также, пожалуйста, напишите вопросы, на которые вы бы хотели, чтобы я ответил в следующих выпусках этой рубрики. И да, обязательно подпишитесь на наш канал и жмакните колокольчик. С вами был Филипп Богачев. Пока-пока.